Шалом дорогие друзья! Сегодня 19 июля и мы продолжаем разбор Исаии. В прошлый раз я закончил на 40 главе на 11 стихе и сегодня мы пойдем с 12. По смыслу видно, мне по крайней мере, что это уже новая часть пророческих высказываний пророка. И стоит знать, что многие главы разделены несколько другой мыслью, когда их оформляли в одну книгу. И очень часто пророчества по смыслу или продолжаются в другую главу, или заканчиваются раньше. И поэтому нам стоит чаще посматривать вот на такое деление. Оно дает нам, по крайней мере, более корректно понимать, что там было сказано. Как я говорил в прошлый раз, когда мы читаем книгу пророка Исаии, он как будто имеет три разных части. С 1 по 39 главу, с 40 по конец 53-54 главы и до конца следующая часть. И некоторые в критическом богословии часто говорят, что это три разных человека. Я думаю, что это все-таки один и тот же человек, просто пророк Исаия пророчествовал на протяжении примерно 60 лет. И за это время человек сам меняется. И вот этот вкус повзрослевшего человека, который не режет и разделяет все на черное-белое, как критик какой-то, мы видим вот как раз с Исаии 40 главы. Давайте читать этот текст. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовые холмы? Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Ну, на самом деле, во-первых, мы наверняка, те, кто читал Священное Писание, нечто подобное слышим в высказываниях Иова, который страдает, который уже взрослый человек, который уже достиг и мудрости, и возраста. И он говорит примерно то же самое. И здесь, когда мы читаем вот эти слова, они не смотрятся пророчеством. Так говорит Господь. Совершенно нет, это как будто такое восклицание повзрослевшего Исаии. Я думаю, многие из нас, вас, из тех, кто ходит за Господом, иногда спотыкается, поднимается, ободряется, и продолжает двигаться дальше, может сказать примерно такие же слова. Мы можем взвесить то, что говорили люди о каких-то вещах, они резали воздух рукой, уговоряя только так и никак по-другому, потом все получалось иначе. Иногда я смотрю на некоторые высказывания ученых сегодня, или медиков, или то, что продолжает происходить с ковидной ситуацией. И когда люди заявляют однозначные заявления, то хочется сказать, друзья, вы что, исчерпали воды горстью своей и пядью измерили небеса? Я недавно читал в новостном потоке, ученые точно знают, как устроены кольца Сатурна. Люди дорогие, мы с трудом понимаем, что тут между нами происходит. Но здесь Исаия как бы учит нас, как нам обходиться в жизни и что говорить в жизни. Кто разумел дух Господа? Мы мало чего знаем, мы пытаемся познать, и это отличная, это мотивирующая мысль. Но мы не знаем так много. Важно учиться у него и не учить его, и меньше делать однозначных заявлений о том, что нам, ну как бы, высоковато для нас. Хорошо, продолжаем дальше. 15, 16, 17, 18, 19, 20 стихи. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожество, и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выпиливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. А кто беден, для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Поговорим немножко об этих стихах. Ну, во-первых, здесь говорится о запрете на образ Божий. И этот запрет, как бы, очень серьезен. И Исаия говорит не язычникам, он говорит Израилю, который живет посреди языческого мира. И, как у всех, есть вот это желание адаптироваться. Но, когда Исаия говорит, он прежде всего внимание Израиля обращает вот к этому интересному слову. И Ливана недостаточно для жертвенного огня. В иврите слово Ливан пишется Ламет Беднун, Лаван от слова Белый, обеляющий. И чаще всего это слово интерпретируется не как некая страна, но как храм, в котором очищались люди, освящались, становились праведными посредством жертвенных животных. Но здесь Исаия говорит, на самом деле все эти жертвы и все это, этого все равно недостаточно. И вы тотально зависите от хеседа, проявления милосердия Божьего, которое одно может покрыть и защитить. И вот к этому мы должны обращаться, а не к каким-то бездушным идолам. Не адаптируйтесь, не смотрите на народы вокруг вас и не уподобляйтесь им. Конечно, на самом-то деле, если мы разговариваем сейчас о простой нормальной жизни, это проще сказать, чем сделать. Потому что в мире существует много вещей, и очень часто эти вещи становятся для нас тамтейшен, таким искушением, питуй, который хочет украсть наше направление. И это в те дни были какие-то идолы или какие-то вещи, которые считались магическими. Сегодня многие говорят, о, мне бы получить вот эту вещь, и я буду самым счастливым человеком. То есть духовность сменилась, духовность мистическая сменилась на духовность материальную, в кавычках. Но на самом деле этот же призыв, который Исаия говорит, смотрите на Господа Бога и не концентрируйтесь на вещах, которые мало чего стоят, особенно в вечных форматах. Хоть это неплохо иметь какие-то вещи, если особенно тебе они нужны, и Господь разрешает тебе, и ты можешь себе позволить, не вводя свою семью в какие-то непонятные долги, кредиты и прочее. Читаем дальше с 21 стиха. «Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не было говорено от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним, он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым, судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли. И вихрь унес их, как солому». Ну, на самом-то деле, очень много информации в этих словах. И информации, о которой нам часто стоит подумать. Очень часто мы загружены нашими повседневными вещами, и мало думаем о основаниях земли. Что это? Законы природы, какие-то духовные законы, может быть, как земля устроена. Сейчас в интернете масса информации про эти вещи, и иногда стоит подумать, посмотреть, почитать, и даже согласиться, что иногда то, что мы учили в школе, это были просто байки, которые вообще ни о чем. «Восседает над кругом земли». Что это? Как это работает? Опять-таки, разные люди по-разному мыслят. И я думаю, это все места, как ни странно, над которыми стоит иной раз просто самостоятельно подумать. Выбрать какое-то тихое место, открыть эти слова из Исаии 40 главы, 21-22 стих, сесть у кромки воды на опушке леса или еще где-то, найти такое время, когда это очень непросто, помолиться, потому что это здорово, и поразмышлять, и дать Богу и Его Духу вкладывать в наше сердце. Что это такое за шатер над небесами? Ведь что-то летает там сверху, а может быть это ракия, а может мы не можем чего-то понять, а может мы еще не достигли. И вот Исаия говорит, и бренность человека, пойми, что все сильные, это все равно все временно. И когда мы начинаем понимать, что пусть даже какие-то вещи мешают нам, допустим, какие-то политические структуры, в которых мы живем, или какие-то вещи, которые, ну как бы, не так срабатывают, и мы можем это критиковать, мы должны понимать, все равно это все временно. И даже здесь я вижу определенную связь с последующей интерпретацией апостола Павла, когда он говорит здесь за судей земли, за князей. Молитесь о них, молитесь о них, потому что Бог силен и их менять, и через них обеспечивать вещи, которые позволят тебе реализовывать себя, верующего человека, и реализовывать твой потенциал, чтобы и другим дать познание о Господе Боге. Мы читаем дальше с 25 стиха. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святой. Поднимите глаза выше, на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества, великой силе, у него ничто не выбывает. Знаете, многие, многие все-таки верующие двигаются определенными стереотипами, и образ Божий рисуют даже без, ну как бы он запечатлен, что-то увидели где-то, и создали вот какое-то описание своего личного Бога. Но вот здесь он говорит, не уподабливайте меня никому, лучше в страхе Господнем приходите, размышляйте об этом, спрашивайте меня, и не пытайтесь дать мне характеристики, которые не срабатывают. Я вам дам один пример, и этот пример разбирает Рамбам, один очень известный еврейский раввин средних веков, и он размышляет о слове «хороший» или «добрый», и очень часто мы говорим «добрый Бог», и Рамбам говорит, слово «добрый» – это некая характеристика, с которой человек растет. И он дает примеров разные, например, суть такая примерно этих примеров, что когда маленький ребенок там споткнулся, поцарапал колени, его бабушка подняла на руки, пожалела его, и вот у него в голове образ «добрый», это вот «добрая бабушка», которая меня подняла, пожалела и вытерла мои слезы. Но когда мы это же самое слово «добрый» пытаемся возлагать на Господа Бога, то мы иногда должны сказать, стой, стой, мы проходим через разные сложные, иногда неприятные, иногда крайне болезненные обстоятельства. Но, наверное, нам важно понять, что у слова «добрый» в характеристике Творца есть несколько другие понимания, и, наверное, это все распространяется на все, потому что также в римлянах написано, что все содействует ко благу, то есть Бог все же вещи, даже не всегда в этот момент кажущиеся нам добром, обращает к нам во благо. И продолжаем читать дальше. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешься, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляются в силе, поднимают крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Этот стих, наверное, в особенной трактовке и не нуждается, наверное, намного лучше здесь заучить этот стих для самого себя. И всякий раз, когда здесь высказывается, записано слово «Яков» или «Израиль», периодически вставлять свое собственное имя, потому что весь этот отрывок, который мы прочитали с 12-го по конец 31-го стиха 40-й главы Исаии, он говорит о том, что уповать на Бога, не до конца понимая, или значительно не до конца понимая ни Его, ни многих вещей в жизни, это не просто, но это важно, потому что в таком случае, подобно сказанному в послании евреям, ты возлагаешь свое доверие на того, которого не видел. Это также ассоциируется со словами Иешуа, когда он говорит «фоме», «фоме неверующему». Помните такие слова? Он говорит «ты уверовал, потому что увидел», или «познал», «ты почувствовал», «ты даже руку свою в мою рану вложил». А насколько, он говорит, «блаженны те, которые веруют, не видя». То есть веруют, не видя, не видя, не в смысле не увидели. Многие из нас видят какие-то вещи, иногда какие-то сны, сновидения, видения, какие-то переживания, какие-то внешние знаки мы видим, но важно допускать, что не видя, в смысле не понимая всего, ничего страшного. Бог, он превыше человеческого разума, но его любовь вечна для нас. И как сказано, «вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает». Он поддерживает тех, кто ищет Его и доверяет Ему. Ну вот немножко таких слов. И в следующий раз Байзрата Шем мы продолжим разбирать уже с 41 главы. А я желаю вам защиты от ковида, защиты от болезней, помощи тем, кто проходит сложные обстоятельства или болезни. И пусть рука Господня восстанавливает и укрепляет каждого из нас. Шалом вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok